Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем лепить светофороголового. Ребята, и у меня... Я уже тут начала немножечко его делать, и мы проверим одну, ребятка, ребяточки, легенду. Значит, никогда не лепи светофороголового в 3 часа ночи, ребята. Вот я здесь сделала наброски уже светофороголового, чтобы вам уже очень долго не ждать. Значит, тонкое тело, длинные руки. Сейчас я на голову налеплю, собственно говоря, сделаю сам светофор на голове, и мы с вами проверим. По сути говорят, что светофороголовый должен как-то прийти, появиться. Я не знаю, что там может произойти, вообще абсолютно разные вещи, что будет, узнаем, ребят, прямо сейчас. Но перед началом не забудьте подписаться, сделайте красную кнопку серой, нажмите колокольчик, и поставьте лайк этому видео. Чем больше лайков, тем больше видео. Итак, ребятушки, погнали, давайте с вами долепим уже этого светофороголового. Но пока я буду его лепить, я вам расскажу, собственно говоря, кто такой светофороголовый. А то вдруг кто-нибудь из вас до сих пор не в курсе. Говорят, что светофороголовый это брат сиреноголового, это модификация сиреноголового. Очень много разных версий, кто такой светофороголовый. Но, собственно говоря, говорят то, что его видели всего лишь там несколько раз, буквально. Можно пересчитать там по пальцам, по-моему, раз 20 или раз 27. Вообще очень-очень редкий светофороголовый монстр. Вот, и его встречают очень редко. Чтобы его встретить, должно очень-очень сильно повезти. Потому что, ну, он вообще мастер-мастер маскироваться. Потому что вообще он замечается, он маскируется под обычный светофор. То есть в любом абсолютно городе, даже у вас, вы посмотрите, стоит обычный светофор. А ночью, блин, он выходит на охоту и превращается в светофороголового. Ну, это вот так вот по легенде рассказывают. А еще говорят, что светофороголовый по ночам охотится на диких животных. И конкретно ими он и питается. И не всегда, как говорится, с людьми. Это он, наверное, сжирает человека, если только вдруг он его, ну, заметил, короче. Человек, если увидел светофороголового, то он его сожрет. Ну, в общем, легенда такая, что если ты слепишь светофороголового в 3 часа ночи, он придет или что-то там случится. Я не знаю, ребят, как вы думаете. Напишите в комментариях, что может произойти. Может быть, он оживет там, я не знаю, будет ходить, тут пугать нас, светить своим светофором. Короче, фиг он знает. Так, сейчас я спрошу, Дим, у нас как, получается, идет? У нас красный, значит, зеленый я тут уже приготовила пластили. Надо све... Так, да, как идет, ребят, напишите в комментариях, как идет светофор, блин. Мы не знаем, красный сверху, зеленый, а вот так, наверное, да? По-моему, так. Может быть, так. Короче, ребята, мы даже не знаем, как выглядит, собственно, светофор. Если неправильно, то напишите. Возможно, вот так. Нет, так что-то не особо. Или так. Нет, вот так похоже. Короче, пофигу, ребята. Дело в том, что говорят еще, что, короче, когда светофор головы горит всеми красными цветами, то это значит, что он выходит на охоту. То есть, если вы увидите три, три горящих красных, то это 100% светофор головы. Вот. Потому что, блин, что, рисковать сразу всего красного, что ли, лепить? Я не знаю, короче, как. В одном из моих видео мы лепили сирена головы, и он реально пришел. Это было очень круто. Вам всем понравилось это видео. Сейчас поэтому я леплю светофор головы. Я, ребята, могу сделать куклу Вуду на светофор головы, если хотите. Или слепить еще какого-нибудь монстра. Кого желаете, напишите в комментариях. Мы его слепим в три часа ночи и проверим, собственно говоря, ну, оживают ли они на самом деле. Почему еще вот это вот число такое, вот три часа ночи, именно, вот прям какое-то магическое, мистическое число, в которое оживают просто все нереальные монстры. Происходит какое-то заклятие, что ли, что-то у меня зеленое, какой-то вообще не хочет получаться. Маленький, что ли, кусочек я взяла? Так, ладно, вот. Ребят, по-моему, прям вообще идеальненько, прям супер-супер-пупер светофор. Только я бы еще, знаешь, как бы еще, может быть, сделала. Все равно светофора, наверное, какая-то вот бывает, может быть, вот эти вот, ну, типа какая-то, как это сказать, обрамление, что ли, я не знаю, как это назвать-то, типа. Сейчас попробуем. Хочешь канву сделала? Ну, да, 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 как она называется, типа вот так вот, бортик. Чтобы уж, так сказать, он завершенный был вариант, а то мало ли что, может, не так сделано. Еще я хотела немножко все-таки светофора головой, так как это брат сиреноголового. У него еще он состоит из, ну, как из ржавых проводов, что ли. Я попыталась вот немножко вот таким цветом коричневым придать, типа, ну, ржавчины. Еще надо будет сделать каких-то, ну, и вот этот вот цвет тоже вот какой-то коричнево-поносный, как его назвать. Вот он тоже, собственно, похож чем-то на ржавчину. В общем, он должен быть ржавым и страшным, чтобы, собственно говоря, он сюда и пришел. В общем, ребята, сейчас я быстренько долепляю вот эту вот окантовочку у светофора голового. Вы пока напишите в комментариях, как вы считаете, похоже, у меня получилось. Я, конечно, не скульптор и не училась, но я думаю, получилось достаточно прям правдоподобненько так, да, Дим, как ты считаешь? Очень красивый, большой. Главное, ребята, он просто гигантский. Наверное, где-то около полуметра в высоту. Можем сделать еще больше, ребята, мне кажется, еще круче будет. Потому что, не знаю, может, если мы слепили маленького, сейчас я ему, типа, вот как, там еще у него такая вот, как ключица, что ли, да? Ну, ребра, наверное. Как-то вот такие вот ребра, может, что-нибудь черканем. Типа, чтобы он ожил, чтобы он дышал, у него же должны быть какие-то, это, типа, полоски там, я не знаю. Короче, вот такой у нас монстр. Немножко мы его подшаманим. На ногах, на руках. Так, в общем, и, собственно говоря, нужно, типа, что-то сказать, что ли? Чтобы он, как, вселился, что ли, в него или что? Я не знаю, давайте просто так вот скажем, типа, светофороголовый приди, светофороголовый приди, светофороголовый приди. Ты что? Ты слышал это? Стук какой-то. Блин, ребят, нереально уже вообще, неужели он может уже, что-то какой-то, блин, и ветрищ еще поднялся. Что-то я вижу, что-то, скорее, 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 скорее. Вон там, вон там, вон там, вон там, давай, давай, сюда. Блин, ты слышал, прям, забор стучал. Слушай, прям, похоже вот на это. Как будто так кто-то постучал. Блин, что, почудил, что ли? Блин, ветер какой-то сильный поднялся. Я просто сходила, проверила, потому что, возможно, если это работает, то светофороголовый, может, там за забором, понятия не имею. Никого не увидел, поднялся сильный ветер. Вернемся сейчас обратно, посмотрим. Что, может, мы не так что слепили, не так что сделали. Сейчас подшаманим что-нибудь. Может, какая палка там отлетела, я не знаю, и поэтому постучала. Заходите. Что это за фигня, блин? Или что происходит? Ребят, что-то какая-то фигня. Кто-то налепил прямо на светофор красные. Говорят, когда красные горят, то, значит, он атакует. Что-то я ничего не понимаю. Дим, ты что ли это сделал? Нет, ты не мог сделать. Ты со мной пошел. Ребят, что-то фигня какая-то. Кто-то, я не знаю, то ли налепил красный весь. Мы так не делали. Ты же помнишь, мы слепили. Вот они даже, ребят. Остались вот здесь вот желтый, зеленый. Мы лепили, блин, все три цвета мы не лепили. Красный. Кто, блин, это сделал? Слышишь? Что за фигня? Кто это все нафиг делает? Нереально. Кто здесь? Кто-то ходит прям за забором. Кто здесь? Смотри, тропа какая. Слушай, как будто здесь прошел кто-то. Блин, мне не нравится. Это вообще нездоровая какая-то фигня. Что-то кто-то... Такое ощущение, ребят, короче, кто-то за забором как будто ходит, блин. И я подбегаю, и нереально, и его нет, блин. Что за фигня, наверное? Как будто кто-то ходит за нашим забором, блин. Что за фигня, блин, вообще? Слушай, что происходит, Дим? Кто с нашим светофором? Что, у него руки все изогнулись и ноги. Слушай, реально, может, он оживает? Может, он двигается, когда мы уходим? Может быть, с ним что-то происходит? Офигеть, ребята, вы как думаете, блин, что он реально оживает, когда мы уходим? Для чего он это делает, блин? Очуметь у него просто как переломанный. Может, он хочет этим показать нафиг, что он мне сейчас все руки и ноги так переломает? Сирена! Звук сирены! Это, блин, это что, сиреноголовый, что ли, пришел? Сирена, как у сиреноголового. Блин, что за фигня? Может, сиреноголовый пришел за светофороголовым? Может быть, из-за того, что я его сделал, он хочет его забрать? Что за фигня? Отсюда прям звук идет. А, вон он! Я ноги прям переделывал! Вот за тем столбом! Черт! Че нафиг залазу? Давай по периметру проверим! Давай сюда! Блин, он реально где-то здесь! Я видела, он прям сюда повернул за забор! Я только не видела голову! Я не понимаю, может... Офигеть просто! Черт, здесь никого нет! Я реально видела, это был точно или сиреноголовый, или светофороголовый. Короче, ладно, Дим, походу, все, нафиг, конец, надо разбирать этого пластилинного чела, ломать его, пока нам нафиг руки и ноги не переломали. Черт! Куда он делся? Где он? Подожди, он же здесь был. Где светофороголовый? Он че куда? Куда он делся, блин? Мы же на минуту отошли. Может, за ним пришел сиреноголовый. Звук перестал, он забрал его. А как мы теперь от него избавимся, если мы его слепили? Он че, ушел теперь? А вдруг он где-нибудь теперь будет ходить? Ночью, блин, придет за нами. Офигеть, блин, че теперь делать? Ребят, короче, я не знаю, у нас просто какая-то необъяснимая ситуация. Мы слепили светофороголового, и он просто исчез. Я не могу объяснить, он сам ушел или его забрал сиреноголовый. Не знаю, что происходит, ребят. Пишите в комментариях, как вы думаете. Ставьте лайки. Всем до новых встреч в новых мистических видео. Пока! Пока!